МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Лучшая защита от гриппа, вакцинация, как в детской поликлинике проходит прививочная кампания. Экологические акции и помощь пенсионерам в Сырое пройдет осенняя неделя добра. Классная встреча. Дворец детского творчества узобновил проект российского движения школьников. Далее расскажем по всем подробно. В 8 утра в нашем городе открылись избирательные участки. Первые бюллетени уже опустили в урны. А мы отправимся в один из участков города, где узнаем, как проходит процедура голосования. На входе измеряют температуру, а также предлагают горожанам средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, на участке образовалась небольшая очередь. Важно ли ходить на выборы и почему? Важно, конечно. Это наш гражданский долг и обязанность. Сходить, проголосовать. Обязательно надо ходить. Ну, потому что кого выберем, с тем и будем жить. Конечно, очень важно. Почему? Я болею за свою Россию всей душой и сердцем. В пятницу первый день голосования продлится, но до 20 часов 19 сентября. Саров выбирает депутатов Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание Нижегородской области. Члены комиссии выдают по четыре бюллетеня, голосуют по партийному списку и за кандидатов по одномандатным округам. После того, как голосование на сегодняшний день завершится, мы под прицелом видеокамеры, под присмотром наблюдателей вынем из стационарного ящика бюллетеня, вот из этого, который там стоит, упакуем их в особый сейф-пакет. Этот сейф-пакет поместим в сейф. Сейф будет в течение всей ночи до нашего прихода и после тоже находиться под присмотром видеокамер. Пакет не будет вскрыт до окончательного подсчета голосов ночью 19 сентября. Проголосовать можно будет и дома. Для этого необходимо обратиться в ваш избирательный участок до 14 часов в воскресенье. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Наступил благоприятный предэпидемический период. С сентября по декабрь циркуляция вируса гриппа минимальна. В городе стартовала прививочная кампания против гриппа. В учреждение поступило два вида вакцины отечественного производства. Ультрик-сквадри в количестве 1190 доз и СОВИ-грипп 11910 доз. Вакцина Ультрик-сквадри не содержит консерванта и предназначена для детей с 6 месяцев и взрослых до 60 лет. Вакцина СОВИ-грипп трехкомпонентная. Она содержит консервант. СОВИ-грипп предназначен для вакцинации взрослых с 18 лет. На момент прививки человек должен быть здоров. Если у него хроническое заболевание, то вакцинация разрешена только в стадии ремиссии. Побочных реакций, как правило, не бывает. В редких случаях первые дни после прививки могут появиться головная боль, мышечные боли, легкие катаральные явления. Противопоказанием являются сильные аллергические реакции на предшествующие компоненты вакцины против гриппа. То есть на ту вакцину, которую человек получал в предыдущие годы и давал очень сильные аллергические реакции. Высокая температура до 40 градусов на введенную вакцину против гриппа также является противопоказанием. Вакцина также противопоказана тем, у кого аллергия на куриный белок и его компоненты. Беременные женщины могут прививаться вакциной ультрекс-квадри во втором триместре беременности по согласованию с врачом-акушером-гинекологом. Сейчас в городе идёт две прививочные кампании от гриппа и от коронавируса. Можно делать обе вакцины, но важно соблюсти интервал между ними. Если человек желает вакцинироваться в первую очередь против COVID-19, то нужно помнить, что все вакцины, кроме «Спутник Лайт», у нас двухкомпонентные. Интервал между первой дозой введения и второй дозой введения – 21 день. После введения пациенту второй дозой интервал для вакцинации гриппа должен быть один месяц. Записаться на вакцинацию можно через портал пациента, обратившись непосредственно в прививочные кабинеты поликлиник, либо позвонив в колл-центр по номеру 95511. Прививают и в крупных торговых центрах города, куда с 9 сентября выезжают мобильные бригады. В Нижегородской области фиксируют подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрированы и первые случаи гриппа. Началась учеба, дети пошли в новые коллективы и стали активно обмениваться вирусами. Чтобы снизить риск заражения простудными заболеваниями, врачи советуют соблюдать несколько простых правил. Когда вышли из транспорта, из магазина лучше руки обработать антисептиком, тем, который ребенок переносит, пожалуйста. Можно с собой давать ребенку, кстати, в школу салфеточки влажные. Приучайте не трогать грязными руками, немытыми лицо, глаза, нос. После школы можно обработать слизистую слабым солевым раствором. Одевайте ребенка по погоде многослойно. Воздух между слоями одежды сохраняет тепло. В меню нужно добавить побольше овощей и фруктов. Можно пропить курс витаминов. Но самой лучшей защитой от гриппа остается вакцинация. Сентябрь и октябрь – лучшее время, чтобы сделать прививку. Как раз до начала эпидсезона сформируется иммунитет. В этом году вакцинируют препаратом «Ультрикс-Квадра». В ней нет частиц живого вируса. Заболеть гриппом после вакцинации невозможно. Содержит антигены от четырех вирусов. Вирусы гриппа А. Вот свиной грипп, Гонконг. И вирусы гриппа В тоже два. Вакцина не содержит консервантов и дополнительных веществ. То есть вакцина такая хорошая. Прививают детей, начиная от шести месяцев. Самая уязвимая гриппа категория населения – пожилые и маленькие дети. У них болезнь может пройти в тяжелой форме и оставить серьезные последствия. Он поражает легочную ткань, на кровь плохо действует. И очень тяжело переносится он в плане неврологии. То есть обычно очень сильная головная боль, тошнота, рвота может быть. У детей маленьких до двух лет судороги могут быть даже на фоне гриппа. Кроме того, для детей раннего возраста очень мало препаратов, которые можно использовать для лечения. Школьникам делают прививки от гриппа в учебных заведениях. Родителям дошкольников и малышей, которые не посещают детский сад, нужно записаться на вакцинацию через портал пациента. Сергей Шаргунов – российский писатель, лауреат множества премий, журналист, телеведущий и общественно-политический деятель. Он известен авторскими передачами «Открытая книга» и «12», а также книгами о жизни людей, оказавшихся в центре значимых исторических событий. На этот раз героем Шаргунова стал не человек, а целый город – Саров. Для меня это было интереснейшее расследование. Просто было по-человечески крайне любопытно погрузиться в ту обилие информации, которую дарит Саровская история. История, которая продолжается. В Саров – два подвига о том, как в истории города соединились две противоположные на первый взгляд сферы – православная и научная. Работая над книгой, Сергей Александрович много времени провел в Сарове. Изучал архивы, встречался с выдающимися работниками ядерного центра. Открывали для меня определенные архивы и определенную эксклюзивную информацию мне передавали. Необыкновенно. Столько архивов, столько свидетельств. И повезло, посчастливилось общаться с Юрием Алексеевичем Трутневым. Можно сказать, что это книга его памяти. На страницах книги оживают многие великие люди. Харитон, Курчатов, Сахаров, Фернанский, Зернов. Но здесь нет места сухим фактам из биографии. Автор постарался показать ученых с другой стороны. Рассказать об их увлечении музыкой и искусством, которые вдохновляли деятели науки на новые идеи. Я надеюсь, что в этой книге будут определенные открытия для тех людей, которые, даже живя в Сарове и многое о нем зная, не были в курсе всего того, о чем я постарался рассказать. По словам писателя, не вся информация уместилась в формате одной книги. Поэтому сейчас Сергей Шаргунов готовит выпуск о Сарове в рамках передачи «12». А в будущем писатель планирует снять сериал, чтобы показать все интересные исторические события или написать повесть о нашем уникальном городе. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Махинации с банковскими счетами, поддельными интернет-магазинами и сайтами. Самые распространенные схемы обмана. Случаи мошенничества участились в Сарове, сообщают сотрудники правопорядка. Обычно злоумышленники звонят с номера, который начинается на 495 или 499. Если человек на другом конце провода представился сотрудником банка и попросил у вас какую-либо личную информацию, не продолжайте с ним разговор. Сразу надложить трубку, не продолжать общение с этим человеком, потому что 99% это мошенники. То есть работники банковских организаций редко звонят. И в том числе, согласно их правилам, они не могут у граждан такую информацию получить, потому что вся информация у них находится и так. Также мошенники часто представляются сотрудниками полиции и говорят человеку о том, что кто-то из его родственников попал в беду и ему срочно нужны деньги. В таком случае сами перезвоните своему близкому или его коллегам и друзьям. Жертвой мошенников может стать каждый, поэтому всегда нужно соблюдать бдительность. Мошенники, они тоже хорошие психологи, и у них так называемый метод социальной инженерии используют. Соответственно, если в настоящий момент уже граждане не попадаются на определенный вид развода, так называемый, они его модифицируют немножко. Если вас насторожили какой-либо звонок или просьба неизвестного человека, сразу же обращайтесь к сотрудникам полиции. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Максим еще только привыкает к своему новому статусу. Он уже не дошкольник, воспитанник детского сада, а взрослый серьезный первоклассник. Ранние подъемы, уроки по расписанию, различные кружки и секции после школы к такому ритму жизни мальчик начал готовиться заранее. Меня мама рано летом будила, и я сам уже учусь сам вставать и сам встаю. Самое главное для первоклассников – правильно построенный режим дня. Если все делать по плану, ребенку будет легче привыкнуть. Сразу после школы врачи советуют дать малышу отдохнуть полтора часа, поспать, погулять, поиграть или посидеть с книжкой. Я играю в лего, пока мама не приходит, я все убираю, и мы с ней делаем уроки. Ну, уроков мало, это легко. За домашнее задание нужно садиться в одно и то же время. Лучше тратить на него не более часа. Если дело затягивается, необходимы 15-минутные перерывы. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. После того, как домашнее задание сделано, можно перекусить и отправиться в кружки или секции. После кружков приходим. Ужин в 7 часов вечера, стараемся не позже. После того, как ребенок поел, у нас время для отдыха. Спокойные игры, может быть, там разговоры, чтения. Просмотр телевизора, ну, часом в день ограничен. Ну, гаджеты тоже по возможности детям ограничены. В 9 часов вечера ребенка надо уложить в кровать. В таком возрасте спать нужно 10-11 часов. В выходные режимы нужно по возможности придерживаться. В период, когда малыш только адаптируется к школе, нужно уделить внимание еде, не давать жареного и жирного, избегать фастфуда, лучше разнообразить меню свежими овощами и фруктами. И, конечно, не забывать о физической активности. У детей дефицит движения все-таки хоть и три раза в неделю физкультуры, хоть и прогулки. Все-таки вот 3,5 часа в день прогулок, наверное, тяжело обеспечить, когда вот школьная программа идет. Да, если ребенок как бы готов, лучше спортивные секции. Ну, тоже как бы без насилия, то есть насколько ребенок может. Просто для здоровья. Также врачи советуют давать детям витамин Д3, чтобы поддержать иммунитет, одевать ребенка по погоде и не забывать как можно чаще мыть руки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В молодежном центре прошла конференция педагогов дополнительного образования. А началась она необычно. С интересных мастер-классов и интерактивных заданий. На время участники конференции смогли перенестись в мир детства. Играли, мастерили и рисовали. Мастер-классы провели коллеги, педагоги дополнительного образования. После этого официальную часть мероприятия открыл глава города Алексей Сафонов. Очень, на самом деле, приятно, когда нас отмечают на региональном уровне, на федеральном уровне. Вы действительно большие молодцы, как бы вы скромно о себе не думали. Вы очень многое делаете. И Саров в этом плане по-хорошему завидуют соседи и даже дальние наши коллеги, говоря о том, что в Сарове есть уникальные люди, которые делают чудо. Вот это чудо делаете вы. Глава города и директор департамента по делам молодежи и спорта поздравили молодых преподавателей. Также благодарственные письма и грамоты за вклад в развитие дополнительного образования вручили педагогам, тренерам и активистам образовательных учреждений. Вы, в свою очередь, дарили свет, тепло, радость детям, чтобы тыл у вас был надежный, чтобы семейное тепло давало вам возможность творить, добиваться успехов и побед, чтобы дети, которые придут к вам, радовали вас. Главная тема конференции – слагаемые успехы качественного образования в условиях системных изменений. Основные задачи и цели дополнительного образования в современном мире обсудили на пленарном заседании. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Люди, которые обеспечивают для нас безопасные условия жизни. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы отмечают 15 сентября свой профессиональный праздник. Днем основания СС в России считается 15 сентября 1922 года. В Сарове Центр гигиены и эпидемиологии занимается исследованием воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов на наличие в них вредных веществ. За год сотрудники Центра проводят около 40 тысяч проверок. Где-то находок, которые не соответствуют санитарным нормам, ну это процентов 5, наверное, так было, это еще даже меньше. То есть, в принципе, у нас обстановка неплохая в городе. В ковидные времена, конечно, все поменялось. И мы эти 40 тысяч исследований уже брали другим методом ПЦР. В Саровском Центре гигиены и эпидемиологии работают два подразделения. Органы инспекции проверяют образовательные и медицинские учреждения. А в воспитательных лабораториях проводят различные исследования. В микробиологической лаборатории проводят исследования на микробиологические показатели, ну скажем так, бактерии, вирусы, гельминты. В физико-химической лаборатории проводят исследования воды на содержание химических веществ, допустим, железа, нитритов, нитратов, то есть химических веществ. В Центр гигиены можно обратиться и в том случае, если у вас возникли сомнения в качестве продукта. Здесь существует два пути решения вопроса. Либо человек сам начинает работать в этом направлении, то есть обращаться с жалобами куда-то в судебные органы, в прокуратуру, и поэтому он приходит к нам с этим продуктом, делает анализ, исследование, и дальше уже сам работает. Либо писать жалобу в межрегиональном направлении. Вот это более правильный путь. По всем вопросам обращайтесь по телефону Центра гигиены и эпидемиологии 7-92-03. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. До премьеры спектакля «Охота жить» в Саровском романтическом театре осталось пара дней. Режиссер Александр Гришин собирает труппу, последний раз проходит по правкам, дает пояснения актерам. В нашем городе он работает первый раз. Одна из актрис нашего театра, Владимира Петрик, учится в ГИТИСе, как раз на курсе Александра Гришина. Она и порекомендовала его в качестве постановщика. Так все и завертелось. У вас прекрасное старшее поколение, просто замечательное. Я не перестану это говорить, не перестану удивляться. Вчера на прогоне, который мы делали, я плакал. Такое редко бывает вообще. Когда вдруг артисты настолько взрослые, знают, о чем они говорят, что они говорят, что они делают, как они это чувствуют. Все изумительное. «Охота жить» – спектакль собранный из шести рассказов Василия Шукшина. В каждой истории есть некий отзвук, другой. В этой постановке сталкиваются два мира, и каждый из них хочет жить. Я не даром выбрал название спектакля «Охота жить», потому что каждый из нас очень хочет жить. Но каждый из нас к этому желанию идет по-разному. И разными способами добивается этой жизни. Вот, в принципе, об этом спектакле. Здесь нет привычных «Актер такой-то» играет персонажа такого-то. Александр не хотел, чтобы артисты играли чудиков, странных людей. Герои – это мы в предлагаемых обстоятельствах. Те взрослые артисты, которые могли бы попасть в эти обстоятельства, и, скорее всего, что они в них находились, мы разговаривали с ними, какие-то есть схожие абсолютно вещи. Там у Наумова, Антон Викторовича, дед играл на балалайке, и там, в принципе, такая история была достаточно похожая. И там нет, я бы не хотел, чтобы были персонажи. Спектакль «Охота жить» зрители увидят уже 17 сентября для лиц старше 16 лет. А что еще готовит нам театр в этом сезоне, его директор Марина Першина и завлит Ольга Логинова рассказали в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Смотрите на канале «16», «Саро24» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пионова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Всероссийская неделя добра ведет свою историю с 1997 года. Эта добрая традиция распространилась по всей стране и дошла до наших дней. В Сарове и Нижегородской области акция проходит два раза в год – осенью и весной. В этот раз «Осенняя неделя добра» прирочна сразу к нескольким событиям. «Планируется масса мероприятий разноплановых. Там от Всероссийского дня бега до Международного дня жестовых языков. Цель акции – это привлечение волонтеров, добровольцев, повышение активной гражданской позиции». В рамках «Осенней недели добра» волонтеры организуют различные акции и мероприятия – флешмобы, лекции, спортивные эстафеты, социальные видеоролики, благотворительные вечера. Также добровольцы выходят на городские субботники и оказывают адресную помощь. Участвовать в «Осенней неделе добра» могут волонтерские и общественные организации, школьники и студенты. Действует много волонтерских добровольческих организаций. То есть, каждый из них тоже будет организовать свое мероприятие. Как-то в своей организации, например, на базе которой они участвуют, находятся. У нас, допустим, на базе молодежного центра, ресурсный центр тоже будет проводить свои мероприятия. «Осенняя неделя добра» пройдет в Сарове с 20 по 26 сентября. Для участия в акции нужно заполнить анкету в группе ВКонтакте молодежного центра до 17 сентября. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Артек, Орленок, Океан и Смена. Поехать в эти лагеря мечтают многие школьники. Большинство ребят и их родителей думают, что попасть в один из всероссийских детских центров нереально и очень дорого. Но это не так. Активисты из ДО «Сияющие звезды» рассказали о том, как выиграть путевку в эти лагеря и почему там нужно побывать каждому. Каждый лагерь уникален по-своему и в каждом лагере есть что-то лучше другого или хуже. Один из шансов, который вот сейчас самый реальный, это финал «Большой перемены». Сейчас мы едем на полуфинал, а финал будет в Артеке и там будет целая смена. Последний раз Екатерина была на смене в лагере «Океан», который находится на берегу Японского моря недалеко от Владивостока. По словам девушки, это был интересный опыт. Она узнала много нового и познакомилась с ребятами из разных уголков страны. Лагерь «Океан» – это концентрация дружелюбной атмосферы, это концентрация учебных программ по дополнительному образованию, очень много таких программ и, наверное, профессионализм каждого из педагогов. Для Алины Товторкиной любимым лагерем стал «Орленок». Туда она попала благодаря конкурсу «Песенка года», где для ребят проводят мастер-классы от признанных деятелей культуры, конкурсные испытания и концерты с участием звезд эстрады. Алина была и в других всероссийских детских центрах, но «Орленок», по ее словам, самый душевный. Это всероссийский детский центр, в котором побывало огромное количество детей, знаменитостей, например, Андрей Малахов, Лазарев и так далее. И это очень душевный лагерь, в котором очень много разных творческих программ, спортивных программ, в котором каждый ребенок может реализовать себя, показать свои навыки. Дети внимательно слушали выступающих, задавали различные вопросы, чтобы решить, какой лагерь им понравился больше. Ребятам посоветовали активно участвовать в жизни школы и класса и собирать портфолио личных достижений, чтобы выиграть путевку в один из лагерей. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Сарова, 24. На часах без 15.04 воспитанники образовательных учреждений города собираются у Дома ученых. Мини-субботник начинается с коллективного фото у бюста Юлия Борисовича Харитона. Здесь собрались победители, призеры и участники муниципального этапа конкурса «Слава Соседателя». Лев Анисифоров занял в нем второе место. Мы делали проект, это был очень тяжелый труд. Мы с Святой Льей, с мамой и с папой старались очень. Да, и снимали много раз. И у нас наконец-то получился проект, и мы заняли второе место. Обычно в завершении конкурса устраивали парад созидателей. В этом году традиционный формат решили изменить. Муниципальный этап конкурса закончили добрым делом. Рядом с Домом ученых на берегу реки Сатис появилась аллея из кустов можжевельника, дерена, спиреи и барбариса. Сам проект организуется партнерством «Атомные города» на протяжении уже шести лет. За это время большое количество ребят приняло участие. Если говорить о Сарове, то это более трех тысяч человек. И каждый год разные были задания. Где-то снимали видеоматериалы, где-то делали подкасты, фотографии, текстовый материал издавали. Всего на берегу реки высадили 24 кустарника. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Яркую концертную программу для гостей Совета ветеранов подготовили артисты ансамбля самодеятельности «Улыбка». Темой концерта была осень. Время, когда пора собирать урожай и готовиться к зимним холодам. Вокалисты исполнили всеми любимые эстрадные и народные композиции. С возвращением к привычным форматам встреч ветеранов поздравил заместитель главы администрации Сарова Илья Волков. Он отметил, что осень – это прекрасное время года, чтобы собраться за чашечкой чая и приятно провести досуг. Сегодня у нас замечательный повод собраться. Осень, наверное, это лучшая пора, когда можно себе позволить несколько больше, имею в виду, в плане заготовок, в плане урожая. Ну и хотел бы пожелать всем вам, самое главное, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ветераны также подготовились к долгожданной встрече. Кто-то смыстрил интересные подделки, чтобы добавить их в творческую коллекцию. А кто-то принес выращенные на даче фрукты и овощи, чтобы угостить гостей праздника. Люди принесли то, что у них на огородах выросло. Может быть, не очень богато, но тем не менее, вот именно принесли. Ну и что-то можно угоститься, что-то можно на столах, пожалуйста, у нас чаепитие будет. Праздничная программа стала приятным подарком для ветеранов. Но самое главное для пожилых людей – это душевное общение. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 155 человек вышли на старт первой гонки открытого чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу. Спортсмены со всей области приехали в Саров, чтобы побороться за призовые места и выиграть путевку на чемпионат России. Участники соревновались в гонке свободным стилем на дистанциях от 3,5 до 15 километров. Эти соревнования являются традиционными. Уже второй год подряд их проводят в Сарове, то есть нам доверили проведение этих соревнований. Будем надеяться, что мы проведем их на самом высоком уровне. Осенние старты – важный этап в подготовке лыжников-гонщиков. Это время подводить промежуточные итоги и начинать интенсивную подготовку к соревновательному сезону. Летом спортсмены проводят работу над ошибками, используют разные методики тренировок, чтобы улучшить выносливость и силовые качества. А осенью начинаются различные старты, которые показывают результат летней работы. Эти результаты важны как для тренеров, так и для спортсменов, потому что после долгого летнего периода подготовки нужно простартоваться, почувствовать себя перед зимним сезоном. И уже потом осенью и зимой вступить в сезон и уже понимать, какие способности у ребят и как они готовы. Первыми старт приняли девушки 2008-2010 годов рождения. Они соревновались на дистанции 3,5 километра. Каждая участница проходила дистанцию по-разному. Кто-то преодолевал подъемы одновременно двушажным ходом, кто-то сокращал секунды на спуске, разгоняясь до 60 километров в час, а кто-то ускорялся на равнине. Ощущение очень хорошее, мне здесь очень понравилось. Тресса тяжелая, но с этим можно справиться. Для юношей дистанция была немного длиннее. Каждому участнику нужно было правильно распределить силы, чтобы пройти в максимальном темпе все подъемы и поддерживать скорость на равнинных участках. Для кого-то из мальчишек это был первый старт на лыжероллерах, и ребята изо всех сил старались показать самый быстрый результат на финише. Вообще интересно, то есть круто, когда на соревнованиях всех обгоняешь, когда стоишь на пьедестале. Победителями и призерами в своих возрастных группах стали семь саровчан. Во второй соревновательный день спортсмены состязались в кроссе на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ежегодно 19 сентября в России отмечают День оружейника. Дата была выбрана не случайно. Месяц закреплен за Днем оружейника благодаря летописям 1508 года, в которых впервые упоминается профессия оружничева. А число выбрано благодаря церковному празднику Михайлов день, в который принято почитать покровителя небесных воинств Архангела Михаила. Так какая она профессия оружейника? Сейчас Максим Бурташов делает балансировку мяча. Без этой процедуры использовать его в бою будет довольно проблематично, так как рука устанет очень быстро. Макеты орудий Максим начал делать еще в раннем детстве. Свои первые работы мужчина вспоминает с улыбкой. Мне было 14 лет. Это еще не было. Я даже о ролевом ничего не знал. Его просто не существовало. Из куска, наверное, трубки от холодильника. Я на огороде, пока там все занимались, какую-то картошку копали или все, что-то родители, да, я в этот момент копал, ковал наконечник для стрелы. Прям вот он был кован. А дальше пробовал вырезать меч из доски, потом сделать приклад пистолета. Годы шли, Максим совершенствовался в оружейном деле. Его работы – это не настоящее, а бутафорское оружие. Макеты используют в ролевых играх, фестивалях и исторических реконструкциях. Оружейник создавал сабли, мечи, пистолеты разных временных эпох и даже фэнтезийных вселенных. Каждый макет проходит свой сложный путь от задумки к реализации. Это работа со справочной литературой, выбор подходящих материалов. Ну и дальше, соответственно, начинается воплощение. Мы ищем материалы, мы начинаем, в связи с тем, что придумали, начинаем делать помаленечку, подгонять все это дело. Ну и самый последний этап – это, ну скажем так, разукрашивание. Кому-то нужны красивые узоры, кому-то интересно просто латунь красивая обернуть. Рабочий инвентарь, созданный мастерами, собрали в импровизированную выставку. Здесь мечи с клинками из текстолита, клинковые сабли, огнестрельное оружие и особый экспонат выставки – игровая модель пушки. Сегодня это эталонный образец ролевой пушки во всей России. Эти макеты оружия не только очень реалистичны, но еще они отлично стреляют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok